За минуту экскаватор выкапывает траншею глубиной в три метра. Работа останавливается, лишь когда идет сильный дождь. Сейчас укладывают фундамент под здание нового спортивного комплекса «Кировец». Его возводят на месте старого здания. Завершить этот этап работ обещают на днях. Как и полностью закончить монтаж несущих конструкций. Большая часть запланированного уже выполнена. В конце месяца возведут стены нового спорткомплекса. Произведена работа по наружным сетям со стороны паркинга проложенной. И там готовится у нас временная конструкция дорожного полотна для дальнейшего монтажа профилированного настила, который подходит у нас завтра. И будем накрывать поверхность кровли профлистом. Изначально застройщик собирался реконструировать старое здание. Было это еще в 2015 году. Часть работы выполнили, но одна из плит перекрытий второго этажа рухнула. К счастью, никто не пострадал. Провели независимую экспертизу. Выяснилось, здание восстановлению не подлежит. Разработкой нового проекта занимались архитекторы и инженеры из Питера и Рязани. Новый комплекс будет почти на 2000 квадратных метров больше, чем старое здание. Это будет современный спортивный объект, выполненный из металлоконструкции сэндвич-панели с панорамным остеклением. Площадь нового спорткомплекса будет более 4000 квадратных метров. Здесь уместятся два бассейна детский и взрослый, большой тренажерный зал, четыре зала для групповых занятий, а еще баня, сауна, хамам и кафе. Планируется, что в год спорткомплекс будут посещать до 5000 человек. Строительство обещают завершить к концу года. Рядом уже построили многофункциональную спортплощадку с футбольным полем, двумя баскетбольно-волейбольными площадками и тренажерный комплекс. Пользоваться ими тулики смогут бесплатно. Ольга Гаврилова, Дмитрий Блохин, Первый Тульский.